Всем привет! С вами Виктор Тарануха и я расскажу вам самые интересные новости за последние две недели из мира Лиги Легенд. Следующие два обновления будут ориентироваться на стартующий в сентябре чемпионат мира. Причем следующий патч, 11.18, будет крайне масштабным. В нем разработчики хотят набросать изменения широкими мазками, а уже в патче 11.19 провести более тонкую работу и скорректировать слишком радикальные изменения. Так или иначе, цель у Riot вполне прозрачная. Смена приоритетов и сдвиг меты, чтобы развлечь зрителей и дать вызов попавшим на World's командам, проверив их умение адаптироваться, находя новые победные пути. Итак, что же планируют поменять в патче 11.18? Давайте посмотрим. Руни-хищник увеличат скорость передвижения и слегка ускорят время разгона. Очевидно, что таким образом Riot хотят напомнить о существовании лесного Грагаса. Вслед за Йому меняют и Теневую Глефу, делая ее доступнее в ранней игре, но отнимая пару единиц смертоносности. Так что это хороший инструмент для контроля обзора, вполне вероятно снова вернется в игру. Потенциальные пользователи – Пайк, Сена и Пантеон, а также лесные АД-ассасины вроде Казикса или Кианы, о которой мы расскажем чуть позже. Офелию скинут пару АД. Утрата наиболее заметна будет при атаке чакрамами. Эш увеличит перезарядку W на ранних уровнях, чтобы не так сильно душила пауком своих оппонентов. Камилле увеличит перезарядку пассивного щита, дабы расширить окно для вражеских контртрейдов. Да и в целом это ослабит прессинг от Камиллы на линии, ведь она готова драться по КД своего щита. Джейсу также отнимут пару АД. Калисти сократят на полсекунды время подкидывания с ультимейта в ранней и средней игре. Лесин тоже недосчитается двух АД. При этом надо помнить, что нерв в силу атаки лесника снижает не только его боевую мощь, но и скорость зачистки леса. Ринниктону отнимут полсекунды оглушения под яростью. Таким образом усиленное оглушение будет длиться лишь одну секунду, что заметно снизит эффективность трейдов и союзных ганков. Скорость передвижения трэша замедлят на 5 единиц и ослабят урон Ешке. Неприятный нерв. Но если трэш может попадать хуками, а союзники хватать фонарь, чемпион продолжит быть крайне полезным. Трандлу ослабят силу замедления пилара. Главная цель игроки на саппортах, которые прокачиваются через это умение и терроризируют маломобильных чемпионов. Варус занимает последнее свободное место в клубе потери двух АД. Помимо этого ему ослабят баф скорости атаки за добивание миньонов в ранней игре. Обычно разработчики стараются сбалансировать количество бафов и нерфов, но для этого патча сделали исключение. Усилений будет значительно больше. Мунда увеличит урон по крупным лесным монстрам. А еще изменят ультимейт таким образом, что начальный всплеск хп будет не лечить, а давать бонусное здоровье, вроде того, как это делает Лулу. Таким образом первая часть ультимейта пойдет в обход штрафа страшных ран. Дрейвен превратится в сборщик долгов. Его пассивка начнет мгновенно добивать врагов на число набранных стаков. Концептуально очень интересное изменение, которое облегчит обналичивание пассивки. Но в будущем за это по-любому придется расплатиться каким-нибудь нерфам, поскольку дрейвен-мейнеры превратятся в настоящих монстров. Гангпланку поднимут базовые запасы при рост хп. На 18 уровне он прибавит полторы сотни здоровья. В текущем патче гп изрядно исхудал из-за последней переработки, которая лишила возможности стагать хватку нежити через кушку и заставляла отказаться от предметов на хп. Теперь на ютубе полно роликов с ваншот бочками, но в целом ситуация у чемпиона на данный момент довольно плачевная. Джинкс снизит в ранней игре затрату маны на выстрелы с ракетницы. Кстати, не находите странным, что на это вообще тратится мана? Может стоит заменить шкалу маны на боезапас? А? Как вам идея? Кайси слегка ускорит перезарядку Ешки. Почувствует она это, лишь начиная с мидгейма. Карми увеличит физическую защиту и прочность щита. Когмао усилит АП билд. К слову, он довольно силен в такой сборке, особенно если у врагов нет большого количества гэпклоузеров, то есть инструментов для резкого сокращения дистанции. Мисс Фортуни увеличит урон ультимейта примерно на 10-15%. Моргани на пару секунд сократят перезарядку черного щита. Синжи-то усилит ультимейт, сделав так, что во время его активации любой урон будет наносить страшные раны, снижающие лечение. Ультимейт Джессараки, напротив, научится перед исцелением снимать эффект страшных ран с себя и с своих союзников. Талия получит одно из долгожданных изменений. Область разработанной земли станет меньше, время ее существования короче, а использованная в ее области кушка откатится в два раза быстрее. Не исключено, что Талия будет вновь замечена на средней линии. Твичу усилят урон на 10 единиц за атаку. Урготу снизят затраты маны на каразийный заряд и ускорят откат умения. Йоны увеличат прочность щита, если он заденет более одного чемпиона. Юми снизят перезарядку пассивки в ранней игре. Зеда увеличит урон по монстрам. Это не позволит чемпиону полноценно ворваться в лес. Но если изменение подразумевает снятие ограничения в 300 урона, то автоатака Зеда по нашору в поздней игре вполне может превзойти кару лесника. А это в разы увеличит количество краш. Зои же ускорят перезарядку сонного бабла. Также нас ждет еще 5 переработок. Физу в два раза усилят пассивку, снижающую входящий урон. Усилят и базовый урон W, но ослабят ультимейт. Не исключено, что изменение может привести к появлению танка сборок. Киане ослабят реген хп и урон Ешки, но увеличат скорость атаки и урон кью по монстрам, что склоняет ее вновь заиграть в лесу. Последнее крупное изменение Лилии не сделало ее популярнее в лесу. Зато она стала довольно успешна на верхней линии. Вероятно, следующие правки должны как-то уравновесить ситуацию. Ей снизят регенерацию хп, но увеличат лечение в лесу. На секунду продлят ускорение передвижения с кушки и сократят откат шарика. Рамблу снизят прирост атаки при перегреве в ранней игре, но усилят в поздней, а также на секунду ускорят откат щита. Талону ослабят урон кушки в средней и поздней игре, но расчистят путь к роли лесника, увеличив урон W по монстрам. Фух, ну вроде все изменения. Какие из них вас огорчили, а какие наоборот порадовали? Делитесь мнением в комментариях. В честь десятилетия Леги в Китае произошла занятная коллаборация с местным метрополитеном. Помимо украшения ряда станций, появились отдельные тематические вагоны. Например, вагон Демасии, вагон Ионии, морозный вагон Фрильорда, вагон с Йордлами из Бандл-Сити и даже мрачный вагон Сумрачных островов. Однако китайских фанатов подстерегла грустная новость. Из-за строгих ковидных ограничений, которые стали еще строже, чем в прошлом году, было принято решение перенести Worlds из четырех китайских городов в Европу. Где именно пройдет чемпионат, еще неизвестно. Пока ходят слухи об Исландии, где прошел последний MSI. Но на этом не закончились печальные новости для китайских игроков. Правительство еще сильнее ужесточило законы для несовершеннолетних геймеров. Законы эти и до этого были довольно суровыми. Играть можно было лишь до трех часов в день. Правда, подростки хитрили и для входа использовали ID своих родителей. Поэтому игровые компании обязали усовершенствовать верификацию игроков, чтобы избежать подобных лазеек. Ну а доступное время для игры ужали еще сильнее. До одного часа. С восьми до девяти вечера. И то лишь по пятницам и выходным. Теперь это выглядит действительно серьезно. Даже если останутся какие-то лазейки, можно забыть про успешных молодых киберспортсменов. Вроде стрелка Джеки Лав, который в 17 лет уже стал чемпионом мира. Будет сложно уложить хотя бы BO3 серию в этот скромный один час. Восьмого сентября с выходом нового патча поднимутся цены на покупку РП. Связано это с ростом курса и изменением налоговых сборов. Произойдет это не только на русском сервере, но и в ряде других регионов. Для нас рост составит всего 7%. Так что если планируете брать РП в ближайшее время, то лучше сделать это сейчас. Тем более, что бонусная часть за оптовую покупку временно удвоена. Студия Wild Blue опубликовала концепты трех персонажей из комиксов про Зеда, которых мы привыкли видеть в масках. И если на Зеда и Шена читатели насмотрелись вдоволь, все же вышло целых шесть выпусков, то вот появление не скрытого маской Джина взбудоражило общественность. Концепт был сделан в рамках закрытого справочного материала для художников на случай, если сюжет потребует частичного появления лица. Однако в скором времени после публикации изображение было зацензурено. Авторы же прокомментировали, что это лишь концепт. Так что не спешите записывать этот вариант в канон. А как вы себе представляете Джина? Есть ли сходство с представленным вариантом? Или же в вашем воображении за маской скрывается некто совершенно иной? Русский офис Riot продолжает продвигать Лигу Легенд через анимационную рекламу. В этот раз за перо взялся блогер Мармаш. Правда, судя по доктору Мунда, процесс создания интеграции шел довольно долго, ведь он явно срисован со старой версии, до его реворка. О реворках и в частности об обновленном ОМУМу написал статью разработчик Азу БК, где рассказал о логике, который придерживался при создании этого мини-реворка. Одной из главных задач было повысить привлекательность чемпиона на хай, Элла, сохранив текущую силу у игроков среднего уровня. Сохранить позицию на среднем Элла не удалось. Винрейт все же подскочил на 2%, но на высоком прибавил значительно больше, 4%. Так что цель частично выполнена, но в перспективе чемпиона должны ждать нерфы общего характера. В последнее время Riot стали делать много мини-реворков, но такой тренд спровоцировал новое обсуждение. Мол, было бы здорово делать больше полноценныхреворков. Ну или хотя бы просто визуальных обновлений, вроде тех, что были у Изреаля или Морганы. На это последовал ответ от одного из разработчиков. Он сказал, что у них есть два ограничения, которые не позволяют с головой окунуться в массовое создание реворков. Во-первых, реворков чаще всего хотят те, кто не играет на обсуждаемом чемпионе. Но мало кто хочет, чтобы меняли его любимчика, поэтому реворки могут повлечь за собой отток игроков. А во-вторых, реворки очень сложны в реализации, поскольку требуют переделать кучу скинов, артов, эффектов и озвучек. И на такой объем работы просто не напастись профильных специалистов. Тут есть своя правда, хоть она и грустная. Однако, чем дольше откладываются такого рода обновления, тем сложнее их будет реализовать в будущем. Ведь с каждым годом образов становится больше и больше, причем переделывать их в отрыве от команды, которая занималась их созданием. Это дополнительная головоломка. Также есть популярное предложение перенести модельки чемпионов из Wild Rift, но тут есть один момент, на который почему-то никто не обращает внимания. В самой игре, за пределами лобби, чемпионы в основном такие же, как и в ПК-лиге, поскольку они оптимизированы под комфортный вид сверху. Так что в ближайшее время не стоит ждать массовых визуальных переработок. И чё, гад, продолжит царапать ущелье призывателей своими полигонами с 2009 года. Riot объявили о том, что закрывают свою версию историю матчей, ссылаясь на то, что с этой задачей куда лучше справляются другие сайты вроде OPGG. Внутри клиента история игр останется без изменений. Уже на следующей неделе состоится релиз третьего альбома Pentakill, и новым участником группы станет Viego. И, возможно, задержка в год была связана с желанием приурочить выход альбома к окончанию сюжетной арки Сумрачных островов. На новом канале Riot Games Music сейчас выходит куча тематических роликов. А в различных соцсетях то и дело мелькают какие-то загадки. В общем, фанатам Pentakill есть чем скрасить своё ожидание. Ну и, подобно KDA, участники группы получат новые образы. Напомним, что помимо Viego заряжать рок будут Картус, Кейл, Сона, Мордекайзер, Олаф и Йорик. А вот их сплошарты, где зажигает один лишь Viego. Остальные же ограничились пафосными позами. Несмотря на то, что контракт Эдварда с бразильской командой FURIA был подписан до конца 2022 года, он объявил, что открыт для новых предложений. Но рассматривает по-прежнему лишь тренерские позиции. Напомним, что в этом году у Эдварда и Даймонд Прокса дела совсем не задались. Команда завершила сплит на последней строчке. У команды Lexus и Shaganari сплит в турецкой лиге выдался более успешным. Хоть и не идеальным. И им удалось добраться до полуфинала, где проиграли со счетом 1-3. Команда гаджета прошла из стадии плей-ин в основную часть EU Masters, где встретятся 16 сильнейших команд из национальных лиг Европы. OneBreeze Gaming, единственная из команд LCL, которая не меняла ростер перед летним сплитом, сообщили о распуске состава. Теперь все игроки числятся свободными агентами. Но не исключено, что кто-то из них вновь будет представлять организацию весной следующего года. Ну а главное киберспортивное событие нашей лиги состоится в субботу 4 сентября в 15.00. В финале LCL столкнутся Краукрауд и Unicorns of Love. Учитывая, что у нас тут начало учебного года, все будет оформлено в соответствующей тематике. А еще будет разыграно 20 тысяч образов увядшей розы синдры. Без понятия, почему именно этот скин. Может это такая тонкая отсылка к застоявшимся цветам в вазах учителей после 1 сентября? Как думаете? Представители СНГ на World мы узнаем в субботу, а тем временем некоторые лиги уже определились со своими финалистами. От Европы в этом году прямиком в основную стадию поедут Mad Lions и Fnatic, а пробираться через стадию Play-in будет команда Rogue. И как можете заметить, впервые со своего основания в 2016 году на мировой турнир не поедут J2. Их обломали Fnatic в BO5 серии со счетом 3-2. К слову, забавная история связана с Адамом, топером Fnatic, который еще весной играл во втором дивизионе французской лиги, а в этом его признали лучшим новичком сплита. Так вот, в 2019 году на канале Fnatic'ов вышел ролик из рубрики «Угадай Элла», где Бипа и Хелисанг, кстати, единственные, кто остались в команде с тех пор, смотрели фрагмент игры на Дариусе. И верно угадали, что на нем играл Грандмастер. А этим Грандмастером был 17-летний Адам. Ну и это еще не все. Историю этой украсил тот факт, что в решающей игре против G2 Адам взял именно Дариуса. И прорубил своим топором выход на Worlds. Красивая история, не правда ли? Забавный факт связан с командами, которые будут представлять Северную Америку на чемпионате мира. Прикол в том, что в сумме у трех команд, 100 воров, Team Liquid и Cloud9, всего три американца. В остальном это европейцы, корейцы и австралийцы. У нас закончились подводки к рубрике «Прикольные видосики». Поэтому если у вас есть какие-то свои идеи, пишите их в комментариях. Ну а мы начинаем. Если киберспортсмен уходит на пенсию, он может стать стримером, тренером, уйти на завод или отправиться играть в Америку. Nemesis, бывший мидер Фнатик, пошел по первому пути и сейчас чилит в Корее, чтобы показывать скилл своим зрителям. Что может быть печальнее, чем погибнуть от одной лишь ульты Зикса на своем фонтане? Дам вам несколько секунд на размышление. Ответ? Два раза умереть от ульты Зикса на своем фонтане. В следующем патче не собираются нерфить там Кенча. Уверен, что такому раскладу будет недоволен как минимум один Грагас. Игра против Зерета всегда большой стресс. А теперь представьте, что было с этим пантеоном. Как по мне, эта сцена достойна Форсажа 12. Сегодня ожидаются осадки. Осадки в виде акул. Так, итоги розыгрыша. Победили у нас вот эти ребята. Поздравляем! И на сегодня это была последняя новость. Если понравилось, ставь лайк и делись выпуском с друзьями. Спасибо за просмотр. И отдельное спасибо нашим спонсорам. Хорошего дня и до скорых встреч. А я улетаю в отпуск! Пока!